Дорогие Козероги, приветствую! Здесь обзор на десятилетку с 17 до 26 года. Мы рассмотрим каждый год и рассмотрим разные сферы. Отношения, карьеру, недвижимость, самореализацию. Видео очень хорошо просматривать, если у вас изначально есть уже перспективы. Если вы сейчас найдете 5 минут и сначала проанализируете свою ситуацию на данный момент, и перспективы, которые у вас возможны эти ближайшие 10 лет, ну, как бы логически, например, у вас сейчас есть ребенок, и вы можете предполагать, что лет через 5-10 будут такие-то ситуации. То есть, логически у вас сейчас вот та или иная работа, и вы можете предполагать, что там через какое-то время будут те или иные перемены. То есть, когда у вас есть перспектива уже понимания своей жизни, то вот эти астрологические заметки, они как бы лягут на такую плодородную почву. Если у вас вообще нет идей на тему того, как пройдут ближайшие 10 лет, тогда все эти факты могут оказаться просто вот висящими под потолком, и ощущение того, что вообще как этим идеям воспользоваться будет сложно. Поэтому по возможности представьте, либо вот с листочком посидите 10-20 ключевых событий, которые возможны в ближайшие лет 10 в вашей жизни. И, соответственно, мы бы тогда о них уже как-то более подробно, что ли, обсуждали бы. Итак, 2017 год. Здесь энергетика достаточно удачна. В вопросах карьеры существует расширение круга друзей, знакомых, карьерных каких-то возможностей. И в этом смысле 2017 год, он достаточно удачен для каких-то ярких процессов. Особенно если у вас где-то в 2015 году были начаты проекты, завязанные на недвижимость, на благотворительность, на некие духовные такие, мистические, либо интуитивные процессы, то здесь в 2017 году они дойдут до определенного пика. То есть, с 15, 16, 17 является как бы пиковой нотой, что ли, вот в этой трехлетке. Здесь также достаточно рекомендуется обратить внимание на сильное влияние Черной Луны, которое будет в августе и в ноябре. И это влияние будет связано с процессами, где вы проедете легкомысленность, где на вас будет возложена достаточно большая ответственность, но либо вы отнесетесь к этому легкомысленно, либо и сама ситуация будет предполагать ваше формальное участие, словно вы просто на бумажке. И в этом смысле очень важно то большое вложение усилий, которое у вас было сделано в 15, 16 году, а в 17, вот из-за Черной Луны в августе и в ноябре, не растерять итогов и результатов той деятельности, которая была, ну, как бы заложена в 15, 16. Также здесь, пожалуй, важным является, что ваша планета Сатурн, она находится в очень сильной завязкой с планетой гениальности, планетой Уран, которая символизирует творческих, необычных людей, либо может символизировать интернет и такие креативные, яркие проекты. И 17 год, он может дать вам вот такое сотрудничество с людьми очень яркого, возможно, взбаломошного характера, которые действуют очень резко, иногда непредсказуемо, но вы обеспечиваете для этих людей, ну, как бы смотрящих далеко вперед в будущее, вы обеспечиваете некий фундамент и адекватность, что ли, вы обеспечиваете им серьезный профессионализм в их проектах, которые, ну, скажем так, смотрят за горизонт. То есть, если в 17 году существуют какие-то яркие, креативные творческие проекты, то вы являетесь тем человеком, который дает этим проектам землю и фундаментальность, и, ну, скажем так, подготавливает эти проекты к серьезной работе, к серьезной подготовке, в общем, вы именно осуществляете для того, чтобы эти проекты были сделаны на высоком профессиональном уровне. При этом для вас может ощущаться, что в 17 году вы немного даже жертвуете собой вот ради вот каких-то этих совместных вдохновляющих идей для реализации этих творческих, необычных, креативных проектов. То есть, с одной стороны, достаточно яркое время, но такого вообще не принципиального контроля над ситуацией здесь все равно нет, так как слишком много движений, и для козерогов год слишком, ну, такой наполненный яркостью, движением, пробивными энергиями, с которыми сложно вот как-то мягко обходиться, и в этом смысле он будет производить впечатление немножко даже поспешного. Но с позиции работы, карьеры, успеха очень хорошо, и в 17 году очень много коммуникаций, очень много живого общения, и работа, связанная вот с введением договоров, вот таким живым общением и контактами, и заключением контрактов, она достаточно удачна. И идем дальше. В 18 год. Здесь возникает один из важнейших для козерогов моментов, которые, по сути, начинают новый 30-летний цикл. Ваша планета Сатурн, она делает один кругоборот за 30 лет, где-то 28, 29, 30 лет. И здесь Сатурн возвращается в свой знак. Это происходит раз, вот, ориентировочно в 30 лет, и это время, когда вы начинаете ощущать невероятную точку опоры внутри себя. И если 17, он мог восприниматься как некий такой бег вперед на повышенных скоростях, ощущение некой спешки, то 18-й станет невероятной точкой покоя, либо поиском этой пока еще точки покоя. И главное, что ощущение центра в себе, оно здесь настолько фундаментально глубоко укоренится. И это при этом будет 3 года, 18-й, 19-й, 20-й. И единственное, что важно понимать, что тот фундамент и то основание, ту точку опоры, которую вы обретаете, это не является чем-то новым. Вы в этом не обретаете нового себя. Наоборот, даже где-то ближе к 19-му году может возникнуть ощущение того, что эта точка опоры связана с какими-то энергиями вашего прошлого. Она связана с тем, какими вы были ранее. То есть здесь будет в чем-то даже ощущение отката. Каким-то своим прежним фундаментальным уверенным энергиям, на которых вы там стояли лет 10, может быть, 15-30 назад. Ну, опять же, зависит, конечно, от вашего возраста. Но в любом случае, те энергии, которые стабильность и уверенность приходят в вашу жизнь в 18-м, 19-м, 20-м году, эти энергии, они символизируют мышление даже такого старого человека, очень умудренного, очень спокойного, не бегущего вперед за чем-то, а очень рационально и без особого оптимизма, смотрящего на жизнь, а вот именно, как бы, такого крайне уверенного и спокойного в происходящем. Но есть определенные особенности 18-го года, связанные с тем, что в первой половине 18-го года, где-то до осени, очень сильно влияние черной луны. Черная луна, она символизирует легкомысленность. Либо легкомысленность к этим очень долгосрочным, серьезным программам, либо тему трудоголизма, которая может раскрыться вот в вашей самореализации в первой половине 18-го, когда, стремясь за определенными, конкретными результатами, с прагматичным взглядом на жизнь, у вас будет тенденция перерабатывать, либо слишком сильно уходить, вот, фокусировку на своих целях, задачах и от того терять, ну, в каком-то смысле, общую какую-то радость жизни. И очень хорошо, если в 19-м году вы позволите отношениям становиться важной частью вашей жизни. Особенно в 19-м году, потому что там идет очень сильное обновление, и там идет большое количество новых людей и нового способа любить, общаться, устанавливать сотрудничество, устанавливать личный контакт. Но это в основном в 19-м году. Здесь, скорее, будет очень хороший эмоциональный подтекст в рамках этого года. И что касается Черной Луны, повторюсь, будьте очень аккуратны к серьезным долгосрочным программам, потому что до осени Черная Луна делает вас, с одной стороны, трудоголиком, с другой стороны, существует крайне легкомысленное отношение к тому, какими долгосрочными программами, как распорядиться. То есть, Черная Луна, она именно лишает баланса. Человек либо слишком сильно уходит в тему трудоголизма, либо не понимая, когда остановиться, либо там возникает ситуация того, что, выбирая какую-то долгосрочную программу на 30 лет, вы не совсем понимаете, а ваше ли это? Особенно в этом смысле аккуратно в мае, потому что именно вокруг мая будут такие выстроены долгосрочные большие перспективы, но они будут, скажем так, сильно от ума, так что это не будет в итоге где-то в 19-м году, вы поймете, что все ваше идейное воззрение на свою жизнь, на глобальный проект в начале 18-го года было очень сырым, поэтому торопиться здесь не надо. У вас еще будет очень хорошее время и в 19-м, и в 20-м году, для того, чтобы реализовать свои мечты в отношении той точки опоры в жизни, которая вам нужна при этом на себя. Тема отношений, она здесь очень хорошо раскрывается, но ближе к 19-му году, и я о ней чуть позже скажу еще. Что еще бы хотел обозначить, это то, что если у вас есть бизнес, либо у вас есть совместное какое-то имущество с партнером, либо с другими людьми, которым вы распоряжаетесь, то вот 18-й год, например, вносит достаточно много обновлений в эту среду крупных бизнес-финансов, либо вопросов кредитов, либо вопросы наследства, кстати, в том числе здесь могут обозначаться. Но вот аккуратнее влияние Черной Луны в мае особенно будет, не торопитесь там что-то предпринимать глобальное. 2019-й год важнейший с позиции отношений. Тем не менее, год таков, что большую часть внимания вы будете сфокусированы на себе, на своей работе, самореализации, на своих действиях. И если в рамках 2019-го года заниматься отношениями, то в отношениях как раз будет большое количество новых открытий. То есть, одно дело, это будет новое совершенно общество людей, с которым вы будете очень много общаться. С другой стороны, совершенно новая манера общения, доверия, открытости, которую вы можете здесь научиться. Главное, что в 2019-м году в вашу жизнь могут начать приходить совершенно новые люди, новые партнеры, как в рабочей, так и в личной именно реальности. Поэтому, если у вас к этому моменту не проявлена личная жизнь, то 2019-й как раз создает большое количество обновлений в этой теме. Если у вас стабильная эмоциональная любовная жизнь, то 2019-й он скорее предложит новые, ну, скажем так, методы общения с партнером, новое понимание сути партнерства. Но главная энергетика года 2019-го всё-таки не отношения, а обретение своей точки опоры. При этом вы здесь будете чувствовать себя очень сильным, таким жутким ретроградом, но это человек, который смотрит в прошлое и не ориентирован на развитие. То есть, отношения, да, тут несут развитие, но ваша личная энергетика, она здесь наоборот такое ощущение, что вы можете почувствовать себя старше в рамках этого года лет на 5-10 очень легко, потому что есть очень много таких серьёзных, тяжеловесных, ответственных энергий, которые говорят о том, что в моей жизни, в моей вот этой опоре, в моей серьёзности ничего нового. И вы можете легко вот дать себе на десяток лет больше вот в рамках этого года. Ну, опять же, смотрите, я… Для женщин, например, будет характерная ситуация, что в рамках этого года вы будете встречать партнёров младше себя, вы будете встречать общение, которое буквально приносит вам ощущение свежести. При этом самоидентификация, она здесь воспринимается как будто серьёзнее и старше. Поэтому здесь очень важно не… ну, то есть, если у вас будет мышление на тему того, что я хочу со своей жизнью, здесь практически каждый раз, когда вы фокусируетесь на отношениях и на партнёрстве, у вас возникает ощущение свежести, вот чего-то нового, интересного. Каждый раз, когда вы будете фокусироваться на себе, на своём образе, на своих представлениях о себе, у вас будет возникать ощущение того, что я не меняюсь, я вот в каком-то таком… то есть, ощущение себя, оно здесь связано именно не с развитием, а с ощущением того, что всё абсолютно стабильно во мне. И здесь как бы для отношений это очень такой радужно-даже зелёный такой, цветущий прям год, но попытка сфокусироваться на себе, а не на отношениях, она будет как раз приводить не то чтобы к депрессии, но к какому-то ощущению грусти, вот, того, что всё меняется, там, партнёру, отношения у меня меняются, отношения к партнёру у меня меняются, и там много каких-то радостных таких примеров отношений, но ощущение себя, оно настолько здесь глубоко, стабильное такое, уравновешенное и вообще не как-то недвигаемое, что будет ощущение, что вы, с одной стороны, ощущаете себя целостной личностью, а с другой стороны, вам уже вторая сотня лет идёт. Не с позиции внешности, а с позиции внутреннего вот такого психологического глубокого состояния покоя. Это как бы может быть плюс, потому как вот тот внутренний баланс здесь очень силён, и 20-й год, он ещё усилит вот эту внутреннюю точку равновесия, внутреннюю точку силы. Сейчас я это, с одной стороны, обозначил, это всё вот очень так, возможно, ещё всё равно неоднозначно всё звучит. Очень интересно, что в 2019 году вокруг вас будет огромное количество финансовых проектов, особенно этим будет богат 20-й год, когда фактически вы будете представлять финансовую элиту происходящих процессов и финансовую элиту больших каких-то сообществ. При этом планета, которая символизирует богатство Плутона, она где-то с 2009 года перешла в Важнак, и с 2009 года все Козероги обладают определённым таким очень мощным энергетическим потенциалом. Он достаточно такой сухой, этот потенциал, но это ощущение того, что внутри у вас есть некий такой танк, который может просто проезжать по ситуации. И эта планета огромной силой, вот в 2019-2020 году она доходит до пика своего финансового успеха, и важно видеть, что весь сюжет с 2009 до 2023 года для вас он связан с этой планетой большой силой Плутоном. И в 2019-2020 году этот Плутон доходит до максимума своей силы. И означает, что в 2019-2020 вот те крупные финансовые ситуации с большого потенциала, в принципе, личная харизма, вот личная энергетика, они доходят здесь до максимума. Единственное, что вот 2019-2020 года, они всё-таки связаны очень сильно с энергией прошлого. Прошлое означает, что вы ощущаете себя не человеком будущего. Да, вы полны силы, но эта сила, в принципе, не о чём-то новом, а о давно известных мне методах управления, контроля, решения финансовых вопросов. То есть, есть ощущение большой силы, но она такая спокойная, без новизны, без какого-то глянца, а просто вот внутренняя такая скала. И ещё 2019 год очень интересен тем, что здесь возможны духовные, религиозные, достаточно яркие процессы, но стоит быть аккуратнее с влиянием чёрной луны где-то в октябре, потому что здесь есть игра спасителей и религиозные, разные сектантские такие процессы, когда ощущение того, что голова идёт кругом от тех или иных эмоций или вовлечения в какие-то сюжеты, связанные с темой спасти всех. Это вот где-то сентябрь, октябрь 2019 года. Пожалуй, пойдём дальше. 2020 год. Здесь основные особенности года – это именно триумф. Вот в том материальном пути, который раскрывается вокруг планеты Плутон, планета больших финансов, больших финансовых возможностей. Она началась в вашей реальности где-то с 2009 года, и здесь к 2020 она доходит до своего пика. И вы получаете большую известность. В принципе, планета внимания коллективного, она Юпитер, планета счастья, она находится в вашем знаке, в знаке Козерог в течение 2020 года. Означает, что вы фактически находитесь весь год в короне. Но эта корона, опять-таки, связана с энергией прошлого. Означает, что вы не как какой-то новатор. То есть, вот 2022 год, например, даст вам новаторские качества очень сильные. А вот здесь, в 20-м, вы все равно человек, символизирующий власть прошлого. Ту власть, которая десятилетиями держалась на ответственности, на серьезности. И в этом смысле 20-й, он триумфально достаточно мощный по финансовым процессам, которые крутятся вокруг вас. Но и здесь вы обладаете максимальной потенциальной силой решать очень многие процессы, ну, фактически направляя те или иные финансовые потоки. То есть, вокруг вас существует большое движение. То есть, вокруг вашего взгляда на вещи. То есть, вот то, что я говорил про танк, вот эта энергия, которая с 2009 года в вашей ауре присутствует, и до 23-го. Эта энергия, она здесь буквально триумфально проезжается по Красной площади, и ощущение того, что, ну, просто это некая несокрушимая сила. Да, это, как бы, с одной стороны, все интересно, но, возможно, вам все равно будет даже в этом скучно. В 19-м, 20-м, несмотря на обилие вот таких вот крупных возможностей, которые есть, но сами по себе года несут некий вот такой момент скуки. Хотя 19-й, он много интересного в теме отношений предложит, именно нового, свежего. 20-й год, он тоже продолжает тему отношений достаточно приятно. Но в 20-м году очень важно начать обращать внимание на тему дома и отношений, и с детьми особенно. Потому что в этих темах, особенно во второй половине 20-го года, возможны легкомысленные решения, особенно где-то к декабрю ближе 20-го года. И тема дома недвижимости в конце 20-го, в 21-м году поставлена очень сильно через влияние Чёрной Луны, когда вы можете легкомысленно купить, перепродать недвижимость, когда ваши решения, связанные с детьми, будут инициированы большим количеством идей в голове, но будет ли готова к этому реальность – это большой вопрос. То есть, если в 22-м, в 23-м тема детей уже идёт очень, ну скажем так, удачно, благополучно, то вот 20-й год по крупным решениям в сфере дома детей, он такой достаточно сырой ещё, и тут лучше бы не торопиться. Да, в принципе, такие вот мысли. Также вторая половина 20-го может предложить новые методы решения вопросов здоровья. Какие-то новые методики оздоровления, но в основном это почувствуется интересными, свежими решениями, особенно в 21-м году тема здоровья заиграет очень ярко и необычными какими-то решениями. 21-й год. С одной стороны, это один из самых революционных, ну, единственное, что потом ещё 26-й будет таким революционным. И главное, что в 21-м году вы сами идёте на вот эти трансформации, революцию и большие перемены. Единственное, что будьте очень аккуратны, потому что первая половина 21-го года, она легкомысленно в вопросах вокруг детей таких долгосрочных, серьёзных, многолетних программ, когда вы можете абсолютно легкомысленно перенаправить ребёнка в другую школу, либо перенаправить жизненный путь ребёнка вот не совсем удачно, но просто вот от головы что-то придумав. Поэтому в первой половине 21-го года не торопиться желательно по вопросам детей и вот каких-то долгосрочных, серьёзных программ. Но, тем не менее, 21-го он даст вам ощущение того, что всё сдвинулось, лёд тронулся, господа присяжные, и вот 21-й год начинает большую череду не то чтобы революции, но перемен. И 21-й год, он приносит вам совершенно иные инструменты. Если в 18-м, 19-м, 20-м вы были ключевой точкой опоры для всего мироздания, всё крутилось в каком-то смысле вокруг вас, но вы были ретроградом, человеком, который стоит на давно устоявшихся позициях и немножко даже скучно в этом смысле в 18-м, 19-м году, то 21-й он очень весёлый, он большое количество революционных процессов, и главное, что вы здесь начинаете зарабатывать совершенно другими методами. Здесь большое количество интересных новаторских методов и финансы здесь являются очень текучими. И если в 19-м, 20-м фактически всё держалось на вашем личном статусе и в каком-то смысле на вашей ответственности, то 21-й он приносит такие методы заработка, которые более текучие, более лёгкие, более завязаны на контакт, на общение, на поиск людей, которые соответствуют вашим ценностям и сотрудничество с ними. То есть, 21-й год очень коллективный, и здесь уже кардинально меняется та костная, жёсткая структура, которая до 20-го года держалась. И 21-й в этом смысле принесёт массу новых методов заработка, это раз, принесёт большое количество нового общения, то 2-й обновит очень рабочий коллектив и вообще методы работы 3. То есть, здесь очень легко будет меняться работа. Единственное, что стоит быть очень внимательным, потому что вторая половина 21-го года под очень сильным влиянием чёрной луны, которая символизирует пространство ну, можно сказать, лжи, но скорее пространство легкомысленности в мыслях и в обещаниях. То есть, очень много разговоров в 21-м, то есть, это ветер, это прям вот, если 18-е, 19-е, 20-е – это скала, то 21-й год – это прям вот невероятный ветер перемен, который просто всё сдувает. Но в конце 21-го ещё очень много в этом ветре пустой информации. И, соответственно, там какие процессы звучат? 21-й очень хорош для работы в свободном графике, где вы не за счёт статуса даже зарабатываете, а зарабатываете за счёт просто вот таких краткосрочных работа здесь, работа там, краткосрочного общения. При этом работа по найму в конце 21-го года представлена как чёрная луна, означающая, что не совсем понятны условия этой работы по найму. Но, тем не менее, вот эта лёгкость, общительность и переменчивость, даже если местами случается чёрная луна, ну, в том смысле, что пустые обещания рабочие, всё равно год очень разнообразит жизнь. И здесь настолько много свежего пространства работников, людей, с которыми вы общаетесь в 21-м году. И на что ещё обратить внимание, то что здесь, по идее, появляется совершенно новый метод заработка. Вот такой свободный, без ограничений. И если до 20-го года вы придерживались какой-то, ну, давно известной вам концепции, то здесь именно приходит некая, не то чтобы финансовая свобода, а финансовая свобода делать деньги как угодно и где угодно, вот немножко в таком жанре. Здесь есть такой способ. Ещё очень важной особенностью 21-го года то, что вся финансовая реальность, она здесь строится вокруг сообщества. То есть, здесь очень важно иметь группу, здесь очень важно быть самому частью группы и устанавливать некие, ну, то есть, вы будете тем человеком, который устанавливает правила предности, что ли, и честности, ну, некой морали в этих группах. То есть, вы будете человеком, который каждый, которого каждый воспринимает как, ну, такого идеального члена группы, то есть, когда на таких людях, ну, это вот, собственно, песня, например, Высоцкого, друга в горе возьми, там поймёшь, кто такой. Здесь есть вот эта групповая совместная энергетика в 21-м, 22-м году, но она построена на таком очень чётком ощущении плеча партнёра и на таких профессиональных партнёрских, не партнёрских, а именно групповых, коллективных процессах, где вы являетесь именно человеком с коллой, ну, вот именно как плечо, как поддержка для других. И для Вас это будут хорошие финансовые заработки параллельно во всём этом. Тема детей и здесь очень сильным влиянием чёрной луны, я вот это говорил уже в 20-м, 21-м, лучше её не решать, либо быть с ней чуть аккуратнее, ну, по крайней мере, не ловиться на какие-то свои мысли, потому что здесь вы можете быть уведены своими идеями и мыслями о том, что вопрос с детьми так или так решить, но это будут очень сырые решения пока. Вот 22-й, там уже намного всё гармоничнее. Итак, 22-й год. Здесь интересная тема тем, что, с одной стороны, здесь очень хорошо представлена тема детей, при этом представлена именно как обновляющий взгляд. Как будто вы начинаете видеть новые свежие решения, которых раньше в вашем пространстве не было. Как будто вы начинаете находить новый способ, новые видения того, каким образом дети существуют в вашем мире. И при этом здесь большое количество нестандартных. Если, ну, скажем так, у вас будут дети в рамках 22-го, 23-го года, то это будет очень вероятно связано с их необычными какими-то способностями. Здесь есть именно очень такая креативная необычная энергия у людей, с которыми вы будете очень много общаться в 22-м году, и в том числе с детьми, которые могут прийти в 22-м, 23-м. Здесь также остается вот эта свобода рабочая, которая возникла в 21-м году, когда работа больше, ну, в таком свободном графике существует, либо завязана на вот то, что вы являетесь частью группы, частью команды, и это свободная команда, ну, таких свободных специалистов в большей степени. Еще на что стоит обратить внимание, что по теме партнера здесь идет эффект черной луны где-то в 2-й половине 22-го года. Это означает, что в вопросах личной жизни, вот в вопросах детей и в вопросах отношений очень важно главную точку опоры ставить на себя. То есть, если для вас стоит вопрос ребенка, то в 22-м году вопрос ребенка должен стоять как именно ваша инициатива. То есть, не потому, что вот мы с партнером и появился ребенок, потому что я изначально, например, хочу ребенка. Там вот так этот вопрос стоит. А тема партнера, она скорее является просто отражением ситуации. В этом смысле в 22-м году, вот за счет этого эффекта черной луны, главную точку опоры на партнера ставить не нужно. И когда вы будете решать, а здесь вероятно вот эта тема связана с ребенком, постарайтесь как бы видеть основные, ну понимать, что для вас это ключевая трансформация, связанная вот с вопросом ребенка. И как бы играть этот вопрос больше от себя, не от позиции того, как это предлагается партнером, либо не идя на инициативу партнера, а скорее больше обращая внимание на свои личные мотивации, на свою личную энергию. Вот в этом особенность этого 22-го года. И если тема детей здесь даже не начинается, то все равно есть большое количество новых идей и нового творческого взгляда на вопрос детей в вашей жизни. И, кстати, еще 22-й год очень силен в своих творческих способностях. То есть, с одной стороны, дети являются выражением творческого потенциала, но в принципе 22-й год он может быть очень удачным для общения с людьми в творческом таком стиле, то есть, и романтические какие-то отношения могут быть очень яркие в 22-м году, именно вдохновляющие своей новизной и интересными и необычными людьми. И 22-й также может принести очень творческие проекты, в которых вы найдете совершенно новые методы работы с материалом. Например, появится какая-то, не знаю, там, необычная глина, из которой вы там будете лепить свои статуи или что-нибудь такое. То есть, здесь есть очень много новых творческих инструментов для реализации себя, вот каких-то творческих процессов. 23-й год. Здесь ситуация, ну, продолжает быть удачной в решении вопросов, связанных с детьми. При этом тема дома, недвижимости и детей, в принципе, 22-м, 23-м, она запитывается таким очень благополучным влиянием, так что, в принципе, эти темы, они удачно и естественно решаются. Если вам нужно сделать там ремонт, обновление и, в принципе, находясь в домашней среде в 22-м, 23-м году, вы можете испытывать массу удовольствия и общения. При этом карьерная тема, она здесь уходит в фон и вот 23-й год, да и, в принципе, как и 22-й, с точки зрения карьерных рабочих процессов особо ничего нового не несут. Но вот тема дома, вот этого околодомного пространства, она здесь очень приятно раскрыта, именно какими-то обновлениями, именно какими-то новыми желаниями и именно новое окружение, словно бы, ну, вот у вас появляется прям нужда вот в этом новом домашнем окружении в 23-м году, поэтому если там нужно делать какие-то ремонты, нужно делать какие-то обновления в домашней среде, всё это идёт на ура. Ну и вопросы общения вот с домашними, особенно с детьми, здесь тоже прямо представлены очень положительно. Единственное, что будьте очень аккуратны в 23-м году по вопросу совместных финансов, то есть тема именно коллективных денег, денег моей семьи, либо совместных денег с партнёром, либо на самом деле крупных кредитных денег, денег вашей организации, она здесь представлена чёрной луной, означает, что там может быть некая путаница. И в этом смысле я бы просто обратил внимание на где-то август 23-го года, что там может быть ситуация, связанная с тем, что для решения этого вопроса недвижимости вы хотите привлечь какие-то кредитные деньги, а оказывается, что там, ну как бы, результата нет. Поэтому тема вот недвижимости и каких-то перемен, ремонтов, она да, здесь есть, но такое ощущение, что воспользоваться слишком-то большими, хорошими какими-то кредитными деньгами в рамках этого года может особо не получаться. То есть как-то больше за счёт своих же средств здесь все эти обновления в домашней среде происходят. Либо, если будете использовать кредиты, то надо быть с ними очень аккуратным, потому что чёрному на дают слишком большую легкомысленность использования этих кредитных денег, не совсем отдавая отчёт, что это там потом 10-летняя, 30-летняя программа потом по отдаче этих денег. Особенно где-то в декабре 23-го года, там прям есть тема того, что вписываемся в какой-то долгосрочный кредит, не отдавая себе отчёта в том, насколько это далеко. Поэтому с кредитами здесь чуть аккуратнее стоит быть. И другое, важнейшая особенность 23-го года, то, что ваша планета, Сатурн, переходит в очень эмоционально уязвимую в чём-то стихию рыб. И 23-й год, он погружает вас в эмоциональную мелохолию. Это, с одной стороны, может быть очень сложным моментом, потому что вы теряете ту фундаментальную точку опоры, которая у вас была в 18-м, 19-м, 20-м. И вы теряете ту финансовую независимость, которая была в 21-м, 22-м. А 23-й год, он погружает вас в некое ощущение проживания и чувствования. Для людей творческих, художественных профессий это как бы будет плюсом. Потому что вы постоянно будете жить в каком-то эмоциональном фоне. Начиная с 23-го года по 25-й. И 25-й станет триумфом для ваших творческих эмоциональных работах. Но для людей материально настроенных, которым важны какие-то конкретные финансовые, либо вопросы жизненной стабильности и уверенности в жизни, 23-й год как раз принесет ощущение какой-то внутренний мелохолизм, который не совсем понятно будет, что делать. Поэтому 23-й год, он может быть интересен тем, что вы на свой страх и риск притащите домой какой-нибудь большой пианино и будете на нем что-то учиться играть, к радостям, либо нерадостям соседей. Но в этом смысле 23-й, он крайне творческий потенциал начинает приносить в вашу жизнь. Но давайте, если вы творец, вам это плюс. А если вы не творческий человек, то очень хорошо, если 23-й год вы начнете ходить в театры, начнете обращать внимание на сферу искусства. Потому что для вашего внутреннего состояния становится важной частью мира. И если вы будете игнорировать и забивать эту тему куда-то в сторону, то эта мелхолия у вас постепенно будет съедать все больше и больше. И в каком-то смысле 23-й год тогда, если вы будете игнорировать и убирать эту тему все дальше на чердак, то будет ощущение того, что в какой-то момент у вас прям эта мелхолия съедает вас. И вы теряете ощущение какого-то эмоционального баланса. То есть здесь в каком-то смысле постоянно будет что-то бродить в душе. И если вы время от времени выходите на концерт Гришковца послушать какую-то драматургию, что-то внутри как-то все это переварить, то это будет какой-то важный душевный процесс, который имеет свои плоды, особенно где-то к 25-му году. А если вы будете постоянно забивать на эту тему, то будет ощущение того, что постоянно внутри что-то скорбит, что что-то тревожит, что с этим делать непонятно. Пытаться забивать на это тоже не получается, потому что спать потом не получается, в общем, я бы рекомендовал просто иметь возможность быть приобщенным к сфере искусства с 23-го года и 24-м, 25-м особенно, потому что для ваших энергий это очень важный процесс, несмотря на то, что в жизни обычно вы на это могли не обращать внимания, то 23-й он буквально как бы из-под вдольным будет ставить этот вопрос перед вами достаточно ясно. И особенно очень удачно, например, это может проиграться, когда ваш ребенок, например, поступает в музыкальную школу, и так или иначе вы к этой теме общаетесь. Ну, волей-неволей. То есть здесь будут вот какие-то такие моменты, что вы начинаете общаться с художественными людьми как-то больше вдруг вот с 23-го года. И вы понимаете, что в этом есть что-то серьезное для вашей души, вы понимаете, что в каком-то момент вы поймете себя, что захотите стать драматургом, хотя потом отбросите эту мысль, особенно если вы человек такого конкретного материального взгляда на жизнь. 23-й также еще интересен тем, что с позиции работы и карьеры здесь особо ловить, ну, не то чтобы нечего. Вот в творческих каких-то профессиях, да, вы можете преуспеть, но вот с точки зрения привычной карьеры здесь все как бы в стагнации находится. То есть основные обновления касаются дома, творчества, вот этой музыкальной художественной среды, в которой вы находитесь. Но вся эта музыкальная художественная среда, она не ставит вас как профессионала, очень вероятно, а ставит вас просто как любителя, которому просто потрындеть на гитаре, интересно что-то попеть и просто почувствовать, что у него в душе. Но профессиональные такие яркие, амбициозные вещи 23-й год, ну, как бы с трудом ставит. Тем не менее, вот, если есть возможность уходить в творчество, вопросы детей, то 23-й год может стать очень хорошим для вас раскрытием и расширением вот своего спектра чувствования и понимания, и вот проживания жизни. 24-й год. Здесь тоже стоит быть аккуратнее с вопросами крупных совместных финансов, особенно где-то по весне, в мае, в июне, возможно, крупные финансовые решения, но при этом, особенно завязанные на заграницу, либо на совместные какие-то коллективные финансы, либо на вопросы кредитов, но очень сурового характера, когда не совсем понятны условия кредиты, либо они оказываются там очень запутанными. В общем, с кредитами тут стоит быть тоже аккуратнее. Ну, а тема недвижимости дома, она здесь тоже очень положительно обновляется. Тема карьеры здесь вообще представлена в каком-то смысле даже плажей, в том смысле, что там, во-первых, всё то же самое, что пару лет назад было, а во-вторых, здесь ещё сильно влияние Чёрной Луны во второй половине 24-го года, когда деловые сотрудничества, которые заключаются, они словно бы не приносят каких-то понятных плодов. И получается, что вроде как бы много разговоров, но всё остаётся, ну, как бы на словах. И в этом смысле в работе 24-й год он такой больше бла-бла-бла. С позиции дома здесь хорошее обновление, с позиции вот этих творческих, эмоциональных, художественных энергий здесь тоже есть положительные моменты. Тема здоровья здесь может положительно играть, если вы им занимаетесь. Здесь ещё может быть очень много размышлений философских о жизни в рамках 24-го года, поиски не то чтобы смысла жизни, но поиски вообще понимания какого-то жизненного, потому что пока ваш Сатурн находится в Знайке Рыб с 23 по 25, вопросы мироздания, как вопросы Бога, вопросы смысла вот таких глубоких жизненных каких-то, жизненных, глобальных вопросов, которыми часто люди иногда задаются, они прям стоят в пространстве. Поэтому 24-й год он, ну вот, даёт ещё такие вещи. 25-й год является триумфальным в сфере эмоционального художественного творчества, и вот здесь вы точно не убежите никаким образом от этой эмоциональной волны, при этом очень важно, что в рамках вот этого эмоционального художественного творческого потенциала, который с 23 по 25-го в вас растёт и растёт, а 25-й приносит ещё партнёра вот в этой творческой, эмоциональной, глубокой, эмоциональной, глубокой эмоциональной сопереживанческой волне. И 25-й принесёт большое количество людей, ваше окружение, вот таких художников. И главное, что если вы сами художник, то вы станете тело ключевой персоной, вокруг которого крутится. Если вы к творчеству не имеете отношения, то 25-й просто станет вот невероятным годом, когда чуть ли не каждый месяц, каждую неделю вы будете куда-то ходить на какие-то творческие такие вылазки, и для вас это станет сущностно важным, словно быть, таким ключевым душевным моментом, который вы не можете упустить. Это могут быть и религиозные какие-то разговоры, это может быть попытка постоянно жить в каком-то эмоциональном таком контексте, это могут быть и клубы, это могут быть и выставки, но что-то такое, что постоянно нагружает эмоциональными смыслами. И другой интересный момент, что в рамках 20, ну особенно конца 25-го года вас очень включит на приключения и на желание каких-то кардинальных перемен, которые ещё в 26-м году как раз начнут происходить. Ну 25-й, то есть он такой очень мощный, эмоциональный тема отношений здесь очень положительно, очень ярко раскрывается. Тема работы и команды здесь тоже представлена энергией прошлого, как такового развития в вопросах карьеры здесь особо нет, все те же перспективы. Эмоциональный коллектив здесь, кстати, рабочий, представлен не очень хорошо, возможно какие-то склоки или что-то в этом духе. Поэтому опять-таки основные приоритеты это творчество, эмоциональные какие-то процессы, это вопросы отношений и партнёрства, и семьи во второй половине 25-го года очень хорошо, естественно, раскрываются. И ещё вот здесь доходит до пика некая религиозная нота в вашей жизни, она ещё раскроется в 26-м году, но здесь вы начинаете ощущать, каково это тотально доверять миру. Козероги, которые изначально живут в полном скепсисе в отношении всего, здесь в 25-м, 26-м году приобщены к огромной религиозной программе, которая имеет очень, ну скажем, она привносит совершенно новые категории чувства, нерелигиозного чувства вообще в мир, и одновременно с этим вы чувствуете, что вы готовы довериться чему бы то ни было, чему бы то угодно. То есть там есть вот состояние человека, стоящего над пропастью, готовность сделать шаг в эту пропасть, что для козерогов в принципе нереально, но вот исходя из вопроса какой-то веры, исходя из вопроса того, что я буду доверять миру, вот что бы ни было. То есть здесь есть вот такая тотальная вскрытость для козерогов и некая обнажённость к миру, в то время как козероги всё время живут в таком жёстком, не обязательно панцире, но в такой серьёзной ответственной нагрузке. Здесь вот появится вот это желание абсолютно довериться миру и отправиться в какое-то совершенно новое приключение. Это вот связано именно с энергией 25-26-го годов, когда приходят совершенно новые реалии, что ли, в мир. И вот здесь вы как раз будете вот тем вестником, который готов сделать вот этот смелый шаг в абсолютно иной мир. Вот так я это назову, надеюсь, этим не напугал. При этом вот этот иной мир, он связан именно очень сильно с религиозным, либо с чувством доверия и открытости. Он очень сильно связан с духовными, религиозными людьми, с которыми вы будете очень много общаться в 25-м году. Либо он может быть связан с художественными процессами, про которые я уже много говорил с 23-го года, которые начались. 26-й год. Здесь такая ситуация. Очень хороша тема отношений, партнёрства, представленная партнёром, которого вы души не чаете и, в принципе, вот в открытости находитесь. Здесь же возникает очень много вот этих всех религиозных вопросов, про которые я говорил. И главное, что вы чувствуете себя глобально открытым к миру. И ваша планета, Сатурн, здесь переходит в знак прямолинейного агрессивного Овна. И фактически в нём находится весь 26-й год. Означает, что ваш характер становится как стрела, как такой очень прямолинейный, выраженный и, пожалуй, в чём-то агрессивный. То есть, ваша планета, Сатурн, она в 15-м, 16-м, 17-м году тоже находилась в огненном знаке. И это могло придавать очень импульсивный, яркий, энергичный характер вашей деятельности. И вот в 17-м он мог запомниться вот этой яркой, вспыльчивой энергией. Но то, что приходит в 26-м, оно намного более энергетизировано и раскрыто вот к действию. То есть, 26-й год он, вот как я рассказывал, человек, который стоит на краю пропасти и готов просто сделать шаг. Не зная, что будет завтра, но вот полный вот этой смелости. И вот смелость и дерзость в 26-м году – это, наверное, ключевые качества. При этом вести себя вы будете достаточно категорично и порой жёстко, ну, то есть, бросаться вот в новые какие-то ситуации. Поэтому 26-й год, ну, в общем, он достаточно интересен. Если как бы его планировать, то это всё-таки больше приоритеты на… здесь может быть работа в сфере коммуникации, в сфере общения, в сфере поездок, перевозок, в сфере… Ну, темы отношений в любом случае 26-м очень хорошо заниматься. То есть, здесь есть очень гармоничный партнёр, очень душевное общение. А вот тема интуиции, тема доверия вот этому религиозному, внутреннему, эмоциональному, интуитивному чутиву вот в абсолютно непредсказуемых ситуациях, когда я вслепую уйду, но доверяю и нахожу ответ. Вот здесь это всё есть, и я на этом как бы базировал вот то, что я назвал религиозным чувством, либо интуицией, которая здесь раскрыта вот как доверие мирозданию. И это, по идее, не совсем, чтобы связано с детьми, это не совсем, чтобы связано с домом, это не совсем… Это может быть связано с работой, это может быть связано с окружением, в котором вы присутствуете. Ну, пусть пока вот я на этой ноте сейчас подведу черту, потому что мне сейчас добавить туда сильно-то нечего. Но если говорить про рабочие моменты, то 26-27 года, они ставят работу достаточно такую свободную, связанную с перемещениями, с поездками и с возможностью вот действовать вот так вот спонтанно, опираясь на интуицию. Давайте теперь вот кратенько просто суммирую все вот эти года. 17-й, очень много динамичной энергии, но она словно бы не совсем принадлежит вам, и вы слишком импульсивны, слишком хаотичны порой. И в августе ещё включается чёрная луна, когда вы не совсем отдаёте отчёта в ответственности, которую вы на себя берёте. То есть, здесь существует много ярких процессов, но они словно бы впереди паровоза бегут, и вы слишком ну, такие ошалевшие немножко глаза, и вот ощущение воодушевления большого. Здесь есть это, но для вас, для козерогов, это ощущение немножко как бы впереди паровоза бежать. А вот 18-е, 19-е, 20-е ощущение очень стабильно уверенной точки опоры на себя, и всё вокруг структурируется по вашему видению. Да, здесь нет ощущения развития, вот саморазвития, но есть ощущение большой точки опоры и уверенности в себе. Тема отношений в 19-м тоже очень хорошая, положительная, новые обновления и новое качество получает. Далее, 20-й год становится триумфальным в плане материальных вопросов, но это всё давным-давно известный бизнес, как и в 19-м году, поэтому, возможно, даже скучный. 21-22 приносят большое количество перемен, но стоит избегать вопросы недвижимости и детей в 21-м году, в плане того, что, возможно, легкомысленные решения. А вот 22-й, 23-й в вопросах детей очень благополучные, при этом карьера где-то к 24-му году всё больше уходит в фон, а вот 22-й, 23-й, 24-й всё больше ставят творческие энергии, эмоциональные энергии, энергии детей, энергии дома, вот как приоритетные и достаточно удачные. И 25-й год становится пиком вот таких художественных, творческих, эмоциональных самораскрытий, но при этом для вас это больше про обретение, ну, некого нового душевного пласта в своём внутреннем мире, вот этот 25-й год. И обретение либо религиозного нового чувства, либо совершенно нового интуитивного понимания общения, вот, или как доверие, мир, умение видеть знаки. Здесь тоже очень сильно 25-м, 26-м могут раскрываться. Ну и 25-й, 26-й ещё очень положительно ставят тему партнёра, вот такого эмоционального, глубокого, сильного. И 26-й год, он вот из этой эмоциональности, из этой глубины интуиции выводит вас как человека действия, как человека, который готов на очень провокационные, смелые шаги, но вот доверяя своему вот этому внутреннему чутью, которое в 25-м году, ну, как бы, раскрывается, если это вот так это оформить. Опять же, сейчас это немножко всё это всё равно абстрактно звучит, и если есть возможность заниматься творческими проектами с 23-го по 25-й, это очень сильно раскроет вас душевно. 26-й принесёт достаточно много ярких, динамичных проектов, которыми вы следуете, исходя из вот этой своей интуиции. Поэтому не рекомендовал бы избегать вот этих душевных процессов, которые в 24-м, 25-м будут, ну, как бы, к вам подключаться. Ну и тема отношений в 25-м, 26-м, хорошо бы ей заниматься, она очень душевно прям раскрывает вас и даёт вот эту гармонию эмоциональную. Давайте теперь к вопросу самореализации. 18-е, 19-е, 20-е года ставят вас в ощущение некой скуки тупика даже от своей самореализации, потому что да, есть деньги, да, есть очень хорошие финансовые достижения, особенно в 19-м, 20-м году, когда вы чувствуете, что вы на пике своих материальных возможностей, но ощущение своего развития, оно в стагнации здесь присутствует. Хотя тема отношений, она как раз-таки новой зеленью вот в 19-м году пошла. Также, если говорить, 21-22 год приносит очень много обновлений в ваше понимание жизни, а 23-е, 24-е, 25-е очень сильно глубоко, эмоционально вас вскрывают, так что к 25-му вы не обязательно готовы к принятию другой религии, но вы являетесь человеком, который ну вот расцвёл в душе. Нет, здесь дело не в расцвёл душе, а психологически стал очень мудрым. То есть вы где-то к 25-му году, вот в итоге этих эмоциональных процессов, которые в 23-м начинались в мелохолии, в 24-м были связаны с вопросами к мирозданию, в 25-м дают вам ощущение невероятно глубокой эмоциональной мудрости, исходя из которой можно дальше жить. В 26-м эта эмоциональная мудрость уже раскрывается в конкретных действиях, которые вы, блин, осуществляете. Но это, опять же, я немножко повторился во всём этом. Что мне важно было сейчас озвучить, то что постарайтесь избегать краткосрочных решений в начале 18-го, потому что там очень сильно влияние чёрной луны, особенно в мае, когда вы слишком легкомысленно позволяете себе думать о каких-то глобальных процессах, либо о глобальных карьерных перспективах, но всё это носит очень сильный отпечаток вот именно от ума. Далее, вопросы отношений. Очень новые, обновляющие отношения у вас приходят в конце 18-го, 19-го и 20-го года очень хорошо бы находить время, хотя партнёр там является скорее дополнением, а точкой опоры в жизни всё-таки в 18-м, 19-м, 20-м является ваша собственная энергия. Поэтому в 19-м очень много обновлений несёт партнёрство, но постарайтесь увидеть, что партнёрство не является, скажем так, самой содержательной частью. Самой содержательной являются те крупные финансовые процессы, которые крутятся вокруг вас лично в 19-м, 20-м году. И тема отношений ещё имеет определённые косяки в конце 22-го, когда нужно быть аккуратнее и там ситуация в том, что 22-й год, ну я обозначал, что там предлагается тема детей, но очень хорошо, если тема детей будет в каком-то смысле от вас исходить, нежели от партнёра, потому что партнёр там представлен именно не стабильной точкой, а вот вы и вопрос ребёнка, он там стоит очень хорошо и внятно. Поэтому если вопрос детей решается, то чтобы он решался именно как бы исходя из вашей личной точки опоры, да, вы можете получить согласие от партнёра и получить большую поддержку, но всё-таки ключевой вес в ответственности принятия решения в 22-м году по вопросу детей, либо отношений, либо чего бы то ни было, должен всё-таки на вас быть, потому что партнёрство здесь, ну так шатко поставлено. И достаточно яркие, положительные, очень мощные эмоциональные отношения в 25-м, 26-м году, которые приносят в утащение духовной, очень глубокой душевной зрелости в вашу жизнь. Теперь к вопросу карьеры. Начало десятилетки, оно связано с карьерными процессами, в которые вы вовлечены вот очень ярко. При этом 17-й год, он несёт карьеру немножко сумбурную, но энергетически очень яркую, когда вы куда-то несёте, что-то делаете. И с одной стороны есть ощущение триумфа, с другой стороны есть эффект чёрной луны где-то в августе, в ноябре, ощущение того, что проект как-то в холостую пошёл. Поэтому очень хорошо, если результат из 17-го года в первой половине года вы уже зафиксируете, потому что вторая половина года начнёт расхолощивать энергию и делать её более пустой. Тем не менее, 18-й, 19-й, 20-й с позиции карьеры очень уверенно, при этом карьера держится на вас лично, то есть вы центр этой карьеры, и всё происходит лично от вас, при этом вы используете старые методики, то есть здесь как бы нет особого ощущения развития. А есть ощущение того, что вы просто аккумулируете вокруг себя крупные финансовые процессы. Вот в 19-м, 20-м году это доходит до максимума. В 21-м, 22-м карьера такая свободная, больше такие свободные заработки, завязанные на общение, на команду, на людей, на умение находить людей, с которыми вы плечом к плечу и очень уверены в их плече и доверие к ним. Хотя вторая половина 21-го года символизирует работников по найму, с которыми необязательны. Вот есть там тема лжи и пустых обещаний в конце 21-го года на эту тему. 22-й, 23-й. Тему карьеры начинают всё больше переводить в тему того, что да мы там уже всё знаем, там ничего нового, и вплоть до 25-го года, с 22-го по 25-й, тема карьеры, она как заезженная пластинка, там особых перемен нет. Особенно тема карьеры ещё сильна с эффектом чёрной Луны в 24-м году, когда сотрудничество обещает быть вот таким вот, но по факту всё это остаётся словами. Поэтому очень хорошо, если с 22-го по 25-й, 26-й год вы вовлечены либо в творческие проекты, либо в семейные, домашние, детские какие-то темы. Они здесь очень богаты и интересны. И с 23-го года вы начинаете следовать драматургию души, эмоций, возникает сильный милохоличный фон. В этом смысле, если ваша работа связана с творческими средой, с художниками, то 23-й, 24-й и особенно 25-й принесут вот не обязательно хорошее признание, но принесут очень глубокие внутренние состояния, которые останутся одними из самых серьёзных и глубоких чувств. При этом это не про особый-то оптимизм, а это про умение вот разложить вот эти душевные внутренние глубокие процессы на ноты какие-то. Поэтому если вас будут в карьере за 23-е по 25-й год привлекать к каким-то творческим процессам, это вполне естественно. Единственное, что не стоит на это делать какой-то большой рычаг, потому что всё-таки для козерогов вот такая художественная эмоциональная тема – это не всегда и сильная, но если у вас в жизни вы поёте песни, вы занимаетесь искусством, либо вы человек души, который помогает в медицине, в том числе, например, работать, когда у вас важно от души вкладываться, то 23-й, 24-й, 25-й научат вас работать с этой душой и с этими состояниями. И 25-й станет вот этим пиком признания, когда вокруг вас большое сообщество, вы находите большое признание в этих выражениях от души и развиваете колоссально свою интуицию в работе. И 26-й год он приносит талант действовать импульсивно на бум, но вот используя вот этот свой интуитивный дар. И, возможно, связанный даже с религиозным чувством. Особенно, если вы привязаны к морю, к каким-то морским перевозкам, то 24-й, 25-й, 26-й годы могут стать очень сильными, кстати, в этой теме, потому что любая работа, связанная с жидкостями, с водой, вот в 23-м, 25-м, 26-м, она становится неким итогом. То есть, в флоре того, что 26-й год, там, можно сказать, что вы являетесь перевозчиком духов, вот именно каких-то жидкостей, опьяняющих веществ, тема алкоголя, как работы тоже может стать, вот 24-й по 26-й год. С алкоголем нужно быть очень аккуратно с 23-го по 25-й года, потому что это крайне слабое звено. И уязвимость к алкоголю там очень сильная, вот там с этим аккуратнее. Далее, вопросы недвижимости. Стоит их избегать в 20-м, 21-м году, там представлена чёрная луна по теме недвижимости и, возможно, легкомысленные решения по недвижимости, либо по вопросам планирования жизни детей на будущее, вот в 21-м году особенно. Также легкомысленные и серьёзные решения в начале 18-го года, в мае, могут происходить. Тема недвижимости, в принципе, очень удачно представлена в 22-м, 23-м году и даже в 24-м, когда возможно новое строительство, новый ремонт, когда, в принципе, ваше всё внимание, 22-м, 23-м, 24-м, оно всё больше связано с ближним кругом. Дом, дети, окружение домашнее и большое количество новизны и обновления, которое происходит в этой среде. Поэтому единственное, что я уже тогда обозначил, что 23-й, 24-й год могут поставить кредитные финансы, которые вы используете для ремонта, как чёрную луну. То есть, словно бы, вроде бы не совсем понятно с кредитными деньгами, которые для обновления дома в 22-м, 23-м, 24-м берутся, они не совсем понятно, не то ли по запутанным условиям всё это происходит, но то есть кредиты, они являются таким слабым, не совсем адекватным звеном в 23-м, в 24-м году и с ними нужно быть аккуратнее, если вы делаете там ремонты. Потому что, в принципе, желание заниматься обновлением дома около 23-го года будет очень внятной. И, пожалуй, вот на этом всё. Опять же, друзья, поставьте оценку от 1 до 5 баллов, насколько для вас, собственно, стал каким-то интересным, разъясняющим и конструктивным наш разговор от 1 до 5 баллов в комментариях. Также можете написать, в принципе, свои мысли, насколько данный формат конструктивен. На этом у меня всё, спасибо за внимание, до новых встреч, пока-пока.